Здравствуйте, дорогие друзья! Мы записываем очередное видео для просмотра и обсуждения в домашних группах, встречающих субботу. Наша сегодняшняя тема связана с тем, что завтра в нашей общине будет праздник Вечерей Господней. И называется наша тема «Гефсимания». Мы прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея, в котором повествуется о последней ночной молитве Иисуса Христа. О поведении апостолов в эту ночь, о взятии Иисуса под стражу, после чего, как известно, на следующий день Иисус был казнен. Все это произошло сразу после Вечери Иисуса с учениками, где Он омыл им ноги и преподал им символы своего тела и крови. Сегодня мы прочитаем с вами отрывок из Евангелия от Матфея, глава 26, стихи с 30 по 56. Но сначала давайте посмотрим на некоторые детали этого повествования. В тексте упоминается Ильонская гора и место, называемое Гефсимания. Что можно сказать об Ильонской горе? Ее по-другому в Библии называют еще Масличной горой. По-еврейски это название звучит «Хархазейтим», что означает «гора маслин» из-за масличных садов на склонах этой горы. Итак, Ильонская гора – это такая вытянутая возвышенность. Она расположена на восток от Иерусалима и тянется она с севера на юг. Между городом и горой сегодня не очень глубокая Кедронская долина. Раньше она была глубже и во времена Христа там функционировал мост. Для жителей нашего города, Нальчика, удобно сравнивать Ильонскую гору с Кизеловкой. Дело в том, что Иерусалим сам находился на холмах и был окружен холмами. Это сейчас город распространился и на все окрестные холмы. А во время Христа гора Ильонская была замечательна тем, что из всех окружавших город холмов она самая высокая. Нальчик тоже со всех сторон окружен холмами, ну, горами. Ну, точнее, может быть, не со всех сторон, а с трех сторон. Поэтому Нальчик – это такая подкова гор. И Кизеловка из всех гор, окружающих Нальчик, самая высокая. Кизеловка тоже вытянута, она имеет несколько вершин. И Ильонская гора тоже вытянута, и тоже имеет несколько вершин. Внутри основные вершины. Со склона Кизеловки открывается красивый город Нальчик, красивый вид на город. С Ильонской горы тоже можно любоваться Иерусалимом и Храмовой горой. Правда, Ильонская гора не так высока, как Кизеловка. По высоте ее скорее можно было бы назвать просто высоким холмом. Кизеловка выше Нальчика, например, на 300 метров, а Ильонская гора возвышается над Иерусалимом на 100-150 метров. Ну, потому что Иерусалим – это не плоское такое пространство, а такая холмистая местность. И поэтому 100-150 метров разница между разными частями города и вершиной горы Ильонской. Над Храмовой горой Ильонская гора возвышается на 70-80 метров. Примерно 70-80 метров. Не так высоко, но тем не менее с вершины горы и со склона, с верхней части склона, открывается красивый вид на город и на Храмовую площадь. Чем известно в Библии Ильонская гора? Когда-то на нее поднимался Давид, убегая от своего сына Виссалома. Библия говорит, что Давид молился, поднимаясь на гору. Вот как написано об этом во второй книге Царств, в 15-й главе, с 30-го по 32-й стихи. А Давид пошел на гору Ильонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Ависсаломом. И сказал Давид, Господи, Боже мой, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий Архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Итак, Давид шел, поднимался на гору Ильонскую, плакал, шел он босой, молился, и там он поклонялся Богу. Спустя годы другой сын Давида, царь Соломон, на южном отроге Масличной горы построил капище для своих иноземных жен. Вот как об этом написано в 3-й книге Царств, в 11-й главе, 7-м и 8-м стихах. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавицкой, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Ильонская гора упоминается также в пророчествах Езекииля. Езекииля 11.23 написано так. «И поднялась, слава Господа, из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Пророк Захария говорит о том, что придет время, когда Господь вернется на эту гору. Господь станет ногами на Ильонской горе. Захария 14.4 написано так. «И станут ноги его в тот день на горе Ильонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Ильонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дне озии царя Иудейского. И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним». И сегодня иудеи верят, что в этот момент, когда Господь вернется и встанет на горе Ильонской, это будет пришествие Мессии, согласно их верованию, что в этот момент произойдет воскресение мертвых. Поэтому склон южной части горы – это очень популярное и очень дорогое место для захоронений. На данный момент там находится более 150 тысяч могил. В том числе вам могут указать там предполагаемое захоронение могилу Ависсалома и таких малых пророков, как Агей, Малахия и Захария. Итак, это то, что касается Ильонской горы. Теперь, что можно сказать о месте под названием Гефсимания? Что это за место? Еврейское «гат шамна», которое на русский язык перевели как «гефсимания», означает «масличный пресс». То есть это давильня, где выдавливалось масло, оливковое масло. И это символично, потому что именно здесь Иисус испытал на себе огромное давление наших с вами грехов. Он оказался под прессом дьявольских искушений. Гефсимания – это местность у подножия склона Ильонской горы в долине Кедрон. Гефсиманский сад в то время, во время Христа, занимал всю долину у подошвы Ильонской горы. Иисус регулярно посещал это место для ночных молитв, как описывается это в Евангелиях, поэтому Иуда легко смог найти его. Иисусу было удобно молиться там, потому что всю страстную неделю после дневных событий в Иерусалиме он всегда шел вечером в Вифанию, чтобы там переночевать. А Вифания располагалась на противоположном от Иерусалима склоне Ильонской горы. То есть, идя в Вифанию, Иисус спускался из Иерусалима в Кедронскую долину, проходил Гефсиманию, поднимался на Ильонскую гору, огибал ее вершину, наверное, с южной стороны, и приходил на восточный склон горы, где находилась Вифания. Итак, я надеюсь, что эти детали помогут вам лучше представить то, что происходило в ту ночь. И вот, той глубокой ночью Иисус спускается из Иерусалима в Кедронскую долину, переходит русло потока Кедрон по мосту на другую сторону и оказывается в Гефсимании. Здесь он оставляет восьмерых из своих апостолов, отходит в сторону с Петром, Иаковом и Иоанном, просит их бодрствовать с ним, делает еще несколько шагов в сторону и начинает молиться. И сейчас, когда мы будем читать этот текст, давайте поразмышляем вот над чем. Во-первых, что мы узнаем о нашем Господе в этом напряженном повествовании? Каким Он предстает перед нами? Во-вторых, насколько мы с вами похожи на апостолов? Открывает ли их поведение в ту ночь нечто и о нас, сегодняшних учениках Иисуса? И, наконец, к чему побуждает нас эта история? Ну а теперь я предлагаю вам прочитать Евангелие от Матфея, 26 главу, стихи с 30 по 56. Божьих благословений всем нам!